Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. В сегодняшнем видео мы хотим подробнее раскрыть тему комбикормов. В частности, в недавнее время у нас произошла такая беседа с одним из зрителей нашего канала по поводу кормления бройлеров. Он в переписке указывает нам, что он кормит ПК-5 премикормом до забоя свою птицу. Так вот, мы решили раскрыть чуть подробнее этот вопрос. То, как мы умеем его раскрывать, как главные зануды Ютьюба. Основной момент несостыковки наших с ним мнений в том, что он считает, что в ПК-5 премикорме нет антибиотиков. Вот этот вопрос мы с вами и раскроем. Наша позиция заключается в том, что на ПК-5 птица, конечно же, будет здоровее, сильнее и прирост показывает гораздо больший. И это неспроста. В комбикормах используются кормовые антибиотики, во многих также используются и коксидиостатики, для того, чтобы птица показывала более хорошие показатели в росте и в усваиваемости корма, и во многих других аспектах оценки птицы. Мы, в свою очередь, не считаем правильным кормить птицу до забоя ПК-5, потому что в подавляющем большинстве комбикормов, уровня ПК-5, старт по-другому, используются антибиотики и коксидиостатики, как антибиотики кормовые, подчеркиваю. Ну, так вернемся к премикорму. Значит, недолго думая, мы послали на завод запрос, просьба предоставить нам удостоверение качества или состава их комбикормов, на что завод очень радостно и быстро согласился нам это предоставить, и не оговаривая о том, что это коммерческие тайны или еще что-то. То есть мы не занимались насайдерской информацией, не пытали владельца, значит, комбикормового завода паяльником, и поэтому все просто и хорошо и быстро получилось за 15 минут. Тащить корм на анализ нам тоже, в общем-то, не с руки, потому как производитель все четко и прекрасно особо интересующимся лицам выдает. Вот, пожалуйста, вам на рассмотрение. Так что, авиценные последователи, слышите дальше внимательнее. Для того, чтобы узнать подробнее, какой антибиотик используется в их комбикормах, нам пришлось немножко позадавать вопросы. И вот мы получили ответ. Флавофосфолипол в микродозировке 0,15%. То есть это 15 грамм на тонну, насколько я понимаю, если я правильно умею переводить. Так, и заранее хотим поблагодарить нашего оппонента за то, что он наткнул нас на такой корм и на то, чтобы мы углубились в его состав. Потому что комбикорма этой компании не содержит кокцидиостатик. Для нас это очень важно, и это здорово. Спасибо большое ему за это. К производителю. Он нам с легкостью предоставил сведения о составе комбикормов, поэтому мы не считаем, что с его стороны идет какое-то скрытие фактов. По этой причине у нас на руках есть бумажка, которую мы можем посмотреть более подробно и посмотреть, что же это все-таки за такой кормовой антибиотик. Используется имя. Есть множество разных сайтов, которые нам об этом расскажут. Если вы не верите источникам, которые мы вам сейчас покажем, то вы можете самостоятельно поискать информацию. У вас для этого есть все возможности. Итак, флавофосфолипол. Этот препарат относится к категории кормовых антибиотиков. Еще обращаем ваше внимание, что и в письме, и вот на этом сайте, допустим, указано, что он выводится из организма с фекалиями птицы. Смотрите, более широко известный препарат флавомицин-80 содержит именно того самого флавофосфолипола 80 мг на 1 г. То есть это получается 8 г на 100 г препарата. Теперь смотрите внимательнее. По показанию к применению препаратов флавомицин-80 для бройлера использование допустимо в граммах 37,5 до 65 г на тонну корма. Соответственно, если флавомицина используется, ну пусть, предположим, 50 г – это средний показатель по этой норме, то флавофосфолипола нужно 4 г на тонну. Ну то есть половинку, понимаете, да? Это предположительный расчет, так как мы не знаем, в каком виде использует препарат непосредственно наш производитель. И в какой концентрации флавофосфолипол именно в том виде, в котором добавляется этим производителем этот препарат в корм. Из письма мы видим, что флавофосфолипола используется 0,015%. Это было рассуждение на тему, что и сколько добавляется. Теперь поговорим по поводу, зачем добавляется. Попробую прочитать без ошибок. Способствует снижению внехромосомной резистентности к микроорганизмам, к противоинфекционным средствам, что улучшает их эффективность. То есть бороться с инфекцией становится проще, используя этот препарат. Дальше. Он термостабилен. Это значит, не разрушается температура. Не оказывает мутагенного и тра-та-та и иных действий. Не угнетает иммунную систему. И снова указывается, что норма его введения в корм, не сушкам, курам от 37 до 60 грамм. Еще один источник посмотрим. Это лекции, которые выкладывают на сайте МСХА. Это Московская сельскохозяйственная академия. ЗАО «Инженерный факультет». В общем, я пользуюсь частенько этим сайтом. Очень там много, очень много полезной информации. Ну, на мой взгляд, полезной вам самим решать. В настоящее время в большинстве стран с развитой антибиотической промышленностью, как с профилактической целью, так и с целью ускорения роста птицы, применяют тетрациклины, пенициллины и гиграмицины. Ну, то бишь, антибиотики применяют. Разных антибиотических рядов. По данным, при вес цыплят 70-дневного возраста увеличивается под влиянием разных антибиотиков и их сочетаний. Ну, дальше вы, люди умные, можете сами посчитать, какое количество процентов дает разные антибиотики. Вот, окситоциклина на 26, видите, процентов даже повышается. Ну, короче, все по-разному. В общем, любые антибиотики дают при весом различный. Вот еще один документик – это инструкция по применению антибиотиков при выращивании откормивших хозяйственных животных. Сами видите, от какого года СССР еще. И здесь нам снова же авторы этой инструкции сообщают, что при рациональном применении антибиотиков повышаются при весе у цыплят на 15-20%. Тут еще очень интересная эта статья, там рассказана о разных антибиотиках, о их вариантах, о их видах. Вот. Это к вопросу о логике. Есть еще много примеров того, что антибиотик приводит к увеличению при весах птицы. Но хочу сказать только одно. Самое главное и основное доказательство этому – это инструкция по применению кормовых антибиотиков, где абсолютно четко сказано, что вследствие применения этих антибиотиков вы получите первое, второе, третье и при весе птицы в обязательном порядке. Поэтому спорить с этим, ну, просто глупо, понимаете? Это то же самое, что спорить с теоремой Пифагора. Ну и возвращаясь к нашему производителю, премикорм. Как и многие другие производители, он рекомендует завершить жизненный цикл нашей птички ПК-6, который не содержит никаких лекарственных препаратов и дает нашей птице срок выдержки после ПК-5. Эта инструкция по выращиванию бройлера, она не просто так придумана. Производителю, чтобы было проще выпускать только ПК-5, на нем прекрасный рост и все, и не морочиться с ПК-6, но его зачем-то выпускают. Чуть другой состав, который снижает скоростной набор веса при ПК-5. Это все оправдано, не просто так. И производители поэтому имеют в линейке категорию кормов финиш. Ну или ПК-6 по-другому. Вот на чем основано наше мнение, что ПК-5 не подходит как корм для бройлеров до забойного возраста. Перевод требуется обязательно. Но решать, конечно, вам. Ну а возвращаясь к нашему спору, я бы сказала словами нашего Михаила Ермакова, подписчика, который сказал, что антибиотик в корме, в отличие от меда, не хитрый предмет. Он или есть, или там его нет. Человек – настоящий мастер слова. И опережая реакцию на наше видео, хочу сказать, что фраза а-ля Дмитрия Медведева, что все это похоже на компот, уже занята другим человеком. На этом всего вам доброго. Мы ни на чем не настаиваем. Мы просто предлагаем подумать.